Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем свою третью панельную дискуссию, уже традиционную, где мы будем говорить о возобновляемой энергетике в России, о росте возобновляемой энергетики, о росте масштабов и об экспорте технологии. Я хочу напомнить присутствующим, те, кто у нас первый раз в этом году, о том, что эта площадка была создана три года тому назад Алексеем Текслером и Журесом Алфеоро. И на этой площадке у нас есть свои правила. Они заключаются в том, что мы стараемся говорить о технологиях всегда, учитывая участие в этом, прежде всего, Журеса Ивановича, и говорим о тех тенденциях, которые, по нашему мнению и по мнению спикеров, будут в дальнейшем. А через год, через два, потом мы сверяемся с тем, что произошло за этот год. Кроме того, мы стараемся на нашей сессии всегда отмечать тех людей, которые за этот год что-то хорошее сделали, построили завод, запустили технологию и так далее. Поэтому я с большим удовольствием сегодня представляю наших участников. Алексей Леонидович Текслер, первый заместитель министра энергетики. Но Алексей Леонидович на наших секциях выступает не просто как чиновник, а прежде всего как представитель Российской Федерации в международной агентстве ИРЭНа. Я с большим удовольствием хочу поприветствовать Аднана Амина. Здравствуйте, уважаемый Аднан. Спасибо, что вы не забываете нашу секцию. Руководитель международного агентства ИРЭНа. Традиционно принимает участие в нашей секции. И сегодня мы видим такой генералитет возобновляемой энергетики у нас на сцене. Кто же сегодня заглянул на огонек к Текслеру, давайте посмотрим. И прежде всего я хотел бы представить, если ему, конечно, нужно представление, Анатолия Чубайса. Человек, который занимался ранее энергетикой, а сегодня занимается маловидимому глазу нанотехнологиями. Анатолий Борисович, большую честь видеть вас сегодня здесь с нами. И с большим удовольствием мы будем слушать вашу презентацию и будем мучить вас вопросами. Прежде всего. Я хочу представить Чарльза Хендри, человека, который в течение четырех лет занимал пост министра энергетики Англии. Есть такая страна на карте мира. Чарльз, большое спасибо. Сегодня Чарльз, помимо того, что он имеет такой опыт, также возглавляет миссию королевства в Астане. На замечательном форуме Future Energy. Также он является руководителем Института экономики, энергетики Англии. И также связан с целым рядом инвестиционных кругов, которые хотели бы инвестировать в нашу страну. Большое спасибо, что вы приехали, Чарльз, к нам. Я хочу представить Игоря Степановича Шахрая, который всегда присутствует на наших сессиях. В этом году он расскажет нам о том чуде, которое удалось сделать в городе Новочебоксарск. Генеральный директор компании Hevel, совместного предприятия Роснано и Реновой. Я хотел бы представить еще нескольких человек, которые впервые находятся на нашей сессии. Они со стороны ветра, не со стороны солнца. Я начну с Александра Корчагина, который возглавляет компанию, теперь она называется Nova Wind. Это, в общем, подразделение Росатома. В прошлом году у нас на сессии был именно с Киров, сегодня вы. И так как ваш предшественник Кирилл Борисович Комаров был срочно вызван в Белый дом, то мы рады приветствовать вас также. Роберто де Амброджио, глава по Европе и Северной Африке компании Enel. Мы рады видеть вас, новичка в российской ветровой энергетике. По-моему, я никого не забыл на сцене, кроме Александра Анатольевича Чуваева, исполнительный вице-президент, глава дивизиона России компании Fortum. Очень рады вас видеть. В первом ряду у нас присутствуют три наших сторожила. Это, прежде всего, Клаус Тиссон. Клаус, спасибо, что вы приехали. Основатель парка Berlin Adlershof, большой друг России. Аннегрет Левак. Аннегрет. Аннегрет, руководитель европейского сектора компании Mayer Burger, партнера компании Hevel по оборудованию. И Алексей Каплун. Раньше мы вас представляли как РАОС России, сегодня как Росгидро, руководитель департамента инновационных разработок. Я хотел бы начать с первого вопроса и, собственно, передать слово хозяину сегодняшнего мероприятия, Алексею Леонидовичу. У нас очень много чего произошло за последние два года в изобновляемой энергетике. Если раньше мы говорили о становлении, то сейчас это уже сформировавшийся рынок. Вот как вы оцениваете его и что нас ждет впереди? Пожалуйста, Алексей Леонидович. Уважаемые друзья, очень рад всех видеть, слышать здесь у нас в России, в нашей стране и со своими, скажем так, старинными друзьями пообщаться и с новыми друзьями. Рад приветствовать Чарльза, с которым мы познакомились недавно в Астане, но он так зажигает, что я не мог не пригласить его на нашу панель. Естественно, Днан Амин, наш большой друг, товарищ, человек, который продвигает возобновляемую энергетику по всему миру. Анатолий Борисович Чубайс, человек-легенда, человек, который думает о развитии возобновляемой энергетики в нашей стране. Все представители наших компаний, под нашими компаниями, обратите внимание, я называю всех, кто здесь присутствует, и представителей Фортума, и представителей Энеля, они действительно, наша компания, естественно, Росатом, очень активно развивает возобновляемую энергетику в нашей стране. Всех-всех, кого вы, Георгий, назвали. Действительно, возобновляемая энергетика в России. Мы третий год собираемся здесь, на этой площадке, обсуждаем наши перспективы. Я напомню, три года назад Российская Федерация не ввела ни одного мегаватта возобновляемой энергетики. Ни одного. За 2015-2016 годы, за два года мы ввели 130 мегаватт. В этом году введем еще 130, примерно 130 мегаватт. В 2017 году, когда мы проводили конкурсы на отбор по ветру и по солнцу, мы увидели ажиотаж. Никогда такое количество проектов не отбиралось. 2,2 гигаватта было отобрано в этом году. У нас из наших около 6 гигаватт осталось порядка 1 гигаватта неотыгранной мощности, и почти 90% – это ветер. Но, тем не менее, у нас, как мне кажется, впечатляющие результаты. За три года, как мы с вами говорим о конкретных делах, как Россия работает в Международном агентстве возобновляемой энергетики, мы видим очень динамичный рост. Если посмотреть на объем отобранных проектов, сколько он стоит в капексе, то это уже около 600 миллиардов. А если умножить на мультипликативный эффект, это для других отраслей, я думаю, можно смело умножать в несколько раз, и мы поймем, что возник новый рынок. В этом рынке работает большое количество людей, от производителей до ученых и рабочих на наших станциях. Поэтому мне кажется, что можно говорить о росте конкуренции на нашем рынке. У нас, если еще несколько лет промышленных, индустриальных игроков было не так много, то в этом году и в солнце появляются новые игроки, которые приводят свои технологии, запускаются новые производственные площадки. Но в ветре, естественно, мы говорим о том, что и Росатом, и Роснан, и Фортум, и Энель – это очень неплохие показатели. А если посмотреть на то, какие итоги конкурсов с точки зрения удельных капитальных затрат, то мы увидим, что, к примеру, за два года конкурсы на ветровую генерацию показали снижение удельных капитальных расходов больше, чем на 30%. Это тоже очень хорошее движение вперед, и это говорит о том, что в этой энергетике, возобновляемой энергетике, большое будущее. Я уже давно не говорю альтернативное, и вы знаете, что я считаю, что возобновляемые источники уже давно никакие не альтернативные, а вполне традиционные и очень сильно и активно конкурируют с другими нашими видами генерации. Естественно, все эти показатели – это часть большой работы, и мы всегда говорили о том, что вопрос не в цифрах и не в гигаваттах, вопрос в компетенциях. Сегодня президент, кстати, об этом говорил. Мы хотим, как страна, чтобы у нас были компетенции не только в наших традиционных сегментах энергетического рынка, в первую очередь углеводородных, но, конечно, мы видим те тренды, те тенденции, и хотим быть активными участниками этих процессов, поэтому у нас действительно появляются новые производства. Игорь Шахрай чуть подробнее расскажет, но мы гордимся тем, что у нас появилось производство, и мы производим сегодня панели по отечественной технологии, и с КПД больше 20%, в районе 22% – это очень хороший показатель. Они действительно могут конкурировать с мировыми аналогами, и это крайне важно. Уверен, что по ветру, так сказать, вот этот процесс локализации, который сегодня идет, то сотрудничество «Росатома» с голландской фирмой, сотрудничество «Роснано» и «Фортума», работа итальянской «Инели» позволит нам нарастить компетенции, и в ветровой генерации скоро мы будем говорить о том, что у нас будут появляться отечественные разработки, а не просто локализованные производства, и это обнадеживает, и мы надеемся, что эти процессы будут происходить все более активно. Естественно, вся наша внутренняя история напрямую связана с нашим участием в международной организации «Ирена». Россия, кстати, в этом году вошла в совет «Ирена». Мы активно взаимодействуем, мы участвуем во всех мероприятиях международной организации, более того, в апреле этого года, и многие из вас, наверное, на этом мероприятии были, я думаю, что одна нами об этом тоже скажет, у нас состоялась презентация со стороны «Ирена» наших возможностей на перспективу в части возобновляемой энергетики. Я хочу сказать, что наши прогнозы, наши прогнозы внутренние, они, так сказать, менее оптимистичны, чем у коллег из «Ирены», и это тоже хороший повод обсудить перспективы, которые есть у нас, и мы очень благодарны коллегам за активное взаимодействие, за активное сотрудничество. Вы знаете, у нас, по сути, поддержка возобновляемых источников происходит по всем сегментам нашего энергетического рынка. Это и оптовый рынок, я вот об этом говорил, это наша 6-гигаваттная программа поддержки. Это и меры поддержки на розничном региональном рынке электроэнергии, это меры поддержки в изолированных территориях, они сегодня тоже есть, и мы видим, как в изолированных территориях появляются новые станции, и солнечные станции, и ветровые станции, и гибридные станции, особенно на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера. Это говорит о том, что эта энергетика имеет будущее, уже сейчас является окупаемой. Но и мы не останавливаемся на этом. В этом году, в июле месяце, правительством был утвержден план по расширенному внедрению возобновляемых источников энергии в микрогенерации. Собственно, реализация этого плана позволит активно включить домохозяйство с объемом потребления меньше 15 киловатт в рынок возобновляемых источников. Это будет означать, что мы с вами, как члены этих домохозяйств, можем ставить солнечные панели и избыток энергии, которые производят эти панели или ветроустановки, сдавать в сеть по гарантированным тарифам. И, естественно, и этот аспект даст определенный толчок к развитию возобновляемых источников, когда мы говорим не только о крупных мегаваттных, десятками или сотнями мегаватт станций, но и небольших для домашнего применения солнечных или ветровых установок. Мы движемся вперед по всем направлениям возобновляемой генерации и, как я уже сказал, стимулируем не только возникновение самих станций, но и технических, технологических компетенций. И все это связано с тем, что возобновляемая энергетика, конечно, является частью энергетики будущего. И, может быть, ключевой ее частью, когда мы говорим о том, что диджитализация или цифровизация позволит более компактно конфигурировать энергетические системы, когда пользователь, потребитель, точнее, энергии, сможет стать и производителем этой энергии, и все пользователи-потребители будут активными, будут взаимодействовать друг с другом, в том числе с помощью новейших, современных технологий. И технологии не только промышленные, производственные, технологические, но и финансовые. И я уверен, что в будущем блокчейн позволит соединять потребителей и производителей без посредников, без сбытовых организаций. И мы увидим с вами, что возобновляемые источники, возобновляемая энергетика все более и более активно входят в наш дом. Поэтому я бы возобновляемую энергетику рассматривал более широко, как активную часть нашей энергетики будущего, причем глобальной энергетики. Я бы на этом хотел закончить, потому что слишком большое количество у нас панелистов. С удовольствием послушаю коллег. Спасибо.